Сегодня 26 апреля 2018 года. Четверг. Это краевая администрация за этим памятником. Тут написано даже подпись. Ленин. Никогда тут встречи никому не назначал. А сегодня так обстановка. Зашла утром сестра Татьяна Капустина и сказала нашей сестре, «Робот Анастасия, завтра буду делать операцию». Ну и решили встретиться. Глухой-то не расслышал. Я говорю, городская администрация, не погладь, дай. Я кое-как пришел в сапогах-то. Сапоги-чища-то какие. Я топал, топал в них. А сейчас она позвонила, оказывается, не краевая. А краевая-то на горе далеко. Ну давай обзвонить, кого я нахожу, чтобы меня довезли как-то. Я не успеваю навстречу. Вот он памятник. Видите, какой большой. Большой этот, как называют, я не знаю, постамент или на чем-то стоит-то. А дальше вот такой. Значит, без головного убора. И на нем что там есть. А это вот наша краевая администрация. Здесь глава администрации Карлин Александр Богданович. Вот когда погиб здесь бывший сатирик Евдокимов Михаил Сергеевич. Тогда приезжал сюда Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации. И тут поставили, я не знаю, как-то избирали его или как. Ну, хороший, говорят, представитель власти. Хороший просто. Мы как-то были на религиозном совещании у него. Тут доклад он делал газеты, считая. Отрицательных отзывов нигде о нем нет. Ну, вот ребятишки тут катаются. Вот, когда пришел я. А вот рядом здесь, это здание университета. Одно из зданий. Алтайский краевой университет. Государственное. Ну, это гуманитарий, как называют все здесь. А самый большой, Владимир Митрова, дальше он там, видать, вон надпись университет. Вот она, елка здесь. А дальше там написано университет. Я помню, что я так вел занятия по изучению слова Божия. И начальство хорошо относится, и преподаватели такие. Ну, не знаю, мне всегда везет насчет этого. Куда ни приду, везде люди встречают, и везде хорошее. Вот ребята тут. А это сзади. С обратной стороны показать хочу. Памятник большой. Большой. Многотонный. Вот тут были деревья близко, потом там деревья убрали. Сейчас елки насадили. Видите, как украшено все. Это уж так Господь дал. Красоту такую. Хорошая. Тут представитель президента здесь. У меня отношения были особо хорошие, когда был федеральный инспектор здесь, Власов Виктор. Он был начальник политоотдела, железнодорожного отдела милиции. Очень хороший. Спокойный такой. И он мне всегда устраивал встречу с милицией. Я вел там занятия, просвещение. Улыбчивый такой. Таких только и надо избирать. Доступ к сердцам имеет. А до этого был Шуба Николая. Это говорят, как из афганцев. Тоже хороший человек. Долго он тут был. Тогда правитель тут другой был. Вот так. Видите, какой Барнаул красивый. А дальше вот это такое палевое здание. Это тоже университет. Я несколько лет там вел занятия. А потом 18 лет в АГТУ. А АГТУ – это Алтайский государственный технический университет. Вот с той стороны, вон здание, вон, которое пониже. 18 лет. Ну, у меня устарелые данные. Тогда было 21 тысяча студентов из 18 стран. И вот тут за мной обещали заехать. Прямо напротив памятника Ленину. Вот, посмотрите. Вот это вот гостиница. Это не эта гостиница. Кажется, Алтай. Где-то она здесь или где-то не тут, наверное. Мы в последний раз с Малашиным Юрием Николаевичем встречались. Его называли «Мозг» в Новосибирской киностудии. Около ста фильмов снял документальных. И приезжал в Потеряевку и снял фильм. Он весь фильм, кажется, у нас был снят. И называется «Глаз вопиющего» или «Второе крещение Руси». Вот здесь. Тоже вот. Все какие воспоминания. Где-то гостиница вот здесь. И мы в ней тут новые хотели составить фильм. Не знаю, так не получилось. Вот теперь я покажу. Это у меня руки трясутся тут. Вот посмотрите, какой город красивый. Вышка вот эта вот большая там. Это УВД края. Вот милицию там ругают, всякие там называют их. Несколько проехали всю страну. И дальше, по югу, по северу, по центру, везде. 120 тысяч километров с миссией. И нигде не было, чтобы нас милиция когда-то зажимала. Полиция там теперь называется. Вот так Бог делает. Я никого не опровергаю. Говорили, поедите в Чечню, там только головы режут. А мы поехали туда. Я подарил книги Рамзану Кадырову. Благодарность получил. И там люди настолько дружелюбные, настолько внимательные, верующие. Они безлыбки не встречали. Я повторяю, никого не опровергаю. Я просто говорю. Вот почему так Бог делает? О, слуховые аппараты. Проповедую. Это по моей статье. У меня тоже есть такое. Вот здесь. А вон там, видать, желтое здание. Четырехэтажное. Я сейчас покажу его. Ёлка тут, так. Видно или нет? Вот там. Это техникум строительный. Я в нем учился два с половиной года. Получил специальность. Техник, строитель. Граждан. Так. Готовы. ГТС. Строитель здания. Вот. Промышленных гражданских зданий. Вот так называется. Ну, отправили работать в органы МВД. Строго режимный лагерь. Плишкина. Иркутская область. А какой там? Только кончил школу и сразу учиться. Опыта нет. И сразу такое. Семь месяцев работал. Ни одного выходного. И по две смены почти каждый день. Так меня в армию призывали. Я военкома готов был расцеловать. Ой, как он меня до того я был. А в армию пошел легче легкого. А там и спать давали. Меня сразу же заметили. Там переводы делал офицерам разные. На немецком. Или на английский, на немецкий. Они учились где-то. Мне дали домой съездить. Вот как Господь все делает. Это вообразить нельзя. Вот эти два здания, они семиэтажные. Вот это. Были первые в Барнауле семиэтажные здания. Вот. Это вот одно. А дальше там библиотека краевая. И второе. Вот это. Семь. А сегодня тут, я не знаю, по семнадцать, по восемнадцать. А вот это дальше. Главпочтам. Тут отсюда мы отправляем книги. Тоже работники очень хорошие. Настолько внимательные. У меня как-то шнур заряжающий. Телефончик-то старенький. Ну, нигде не найду. Женщина выходит. А вы что ищете? А я говорю, вот такое. Она говорит, у меня такой же телефон. И свой шнур мне дает. Да кое-как заплатил. Он совсем немножко стоит. Это уж Господь так делает. Чужего человека. Тепер не из Барнаула. Она сразу вытащила шнур, мне и предложила. Я говорю, а вы... А у нас там их продают свободно. То есть она в Новолтайке или где была. Вот так. Мне сказали здесь ждать, напротив памятника. Вот я маленько хоть объясню, что... Вот звонит кто-то сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok